Первыми в Иркутской области эстафету приняли на Байкале в поселке Листвянка в субботу 23 ноября. Главный символ сочинских игр привезли к истоку Ангары и там в 50 метрах от берега опустили на глубину 23 метра. Эта точка в маршруте эстафеты самая глубокая. Погода как раз выдалась подходящая. Температура воздуха накануне была плюс один, воды плюс шесть. А на следующий день в воскресенье Олимпийский огонь прибыл уже в оплосной центр. Началась эстафета на железнодорожном вокзале в 10 часов утра, когда на станцию Иркутск-Пассажирский прибыл поезд с лампадой. Участниками исторического события в Иркутске стали 227 факелоносцев. Они пронесли Олимпийский огонь по трём округам города. Общая длина маршрута составила 34 километра. К 17.00 факел прибыл на главную городскую площадь. Чтобы как можно большее количество горожан могло присоединиться к празднику, работа общественного транспорта в Иркутске в этот день была продлена до полуночи. Завершилась эстафета Олимпийского огня на площади возле сквера Кирова. Торжественной церемонией зажжения символической Олимпийской чаши. Эту почётную миссию исполнили губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко и народный артист России Денис Мацуев. Это здоровый, хороший праздник, который объединяет всю страну. Это замечательный проект. Таких проектов очень мало, к сожалению, было раньше. Сейчас это великий проект. Это действительно объединенный проект. И каждый житель, каждый житель чувствует себя причастным к Великой Олимпиаде. Говорил, гораздо легче сыграть концерт в Чайковскую, чем пронести Олимпийский огонь, потому что это огромное счастье, что это всё будет в нашей стране. Огромное счастье, что огонь был в Иркутске. Мы будем болеть, мы будем срывать голос. Я отменил все гастроли на две недели, еду в Сочи. Эта эстафета Олимпийского огня является самой масштабной за всю историю проведения игр. Она продлится 123 дня. В ней принимают участие 14 тысяч факелоносцев. Завершится эстафета 7 февраля 2014 года зажжением чаши Олимпийского огня на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи.